Почти 300 новых заболевших коронавирусом жителей Ленинского городского округа за неделю. Цифра меньше, чем на прошлой неделе, но теперь больше тяжелобольных. Стационар переполнен. В связи с этим медики усиливают прививочную кампанию. За прошедший период вакцинировалось порядка 900 человек. Хочу отметить вакцинацию на предприятиях. Это в НИИГАЗ 33 человека, сантехкомплект 35, психиатрическая больница 30. Понятно, что в этих предприятиях людей работает намного больше. Поэтому хотелось бы, чтобы до них дошло, что нужно вакцинироваться. Активно идет вакцинация по СНТ и жилым комплексам. На прошлой неделе было вакцинировано 168 человек. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов отметил, что в связи с увеличением количества заболевших, муниципалитете придется усилить эпидемиологические меры против COVID-19. Дал распоряжение провести рейды в транспорте и магазинах по соблюдению масочного режима. По желаниям на неопределенный пока период ограничить мероприятие любой направленности в связи с заболеваемостью. Поэтому очень аккуратно, приятно, что сегодня все в масках. Но, тем не менее, я прошу по всем абсолютно направлениям максимально ограничить запланированные ранее мероприятия. А в идеале, чтобы их перенести на более поздний срок. Начальник единой дежурно-диспетчерской службы 112 доложил о происшествиях в округе за неделю. Всего на пульт поступило более 13 тысяч звонков. В выходные жители снова жаловались на резкий химический запах, предположительно от деятельности московского коксогазового завода. Непростой неделя выдалась и для пожарно-спасательного гарнизона, который в 60-е раза выезжал на вызовы. Из них 15 на возгорание. 13 – это мусор, трава и прочее. Но также был пожар повышенной сложности в жилом доме села Остров, улица Колхозного, дом 150А. И пожар в многоквартирном доме. Видно, советский проезд, дом 5, выгорел 4 квартиры. Глава округа отметил высокий профессионализм Ленинского пожарно-спасательного гарнизона и поблагодарил его сотрудников за оперативность и слаженность работы. В муниципалитете продолжается подготовка к отопительному периоду. В разгаре сезон ремонта дорог и придомовых территорий. Все идет в плановом режиме. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.